Здравствуйте! Вы смотрите новости на канале НСК-49, в студии Алексей Кузьмин. Коротко о главных темах выпуска. Труба зовет! До осеннего призыва в армию остались считанные дни. Декабристам такое не снилось. Забывчивость чиновников обрекла на жизнь с клопами. Распространитель наркотиков под домашним арестом. Одна статья, а меры разные. А сейчас об этих и других событиях более подробно. Начнем с очередных перестановок. В правительстве Владимир Городецкий назначил бывшего руководителя Сузунского района Александра Дубовицкого исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии Новосибирской области. Уже сегодня губернатор представил нового начальника сотрудникам департаментов лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и окружающей среды. Кандидатура Александра Дубовицкого в качестве министра, а также структура нового ведомства в ближайшее время будут согласованы с Министерством природных ресурсов и экологии России. В настоящий момент необходимые материалы подготовлены для отправки в федеральный центр. Бывший руководитель Сузунского района 18 сентября был назначен исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии региона распоряжением Владимира Городецкого. Напомним, новое Министерство ресурсов и экологии было создано на базе трех департаментов – лесного хозяйства, охраны животного мира, природных ресурсов и охраны окружающей среды. Произошло слияние после того, как еще 5 июля губернатор подписал приказ об увольнении прошлого главы департамента, тоже по иронии носившего фамилию Дубовицкий. Установить, являются ли родственниками бывшей министра и нынешней, не удалось. В любом случае, будем надеяться, что однофамилец печально известного Вячеслава Дубовицкого избежит прошлых ошибок, не совершит подобных сделок, как провел его пришественник с арендой Тогучинского леса и будет руководить ведомством добросовестно. Как будет выглядеть будущий четвертый мост в Новосибирске? Станет ли по нему вообще кто-то ездить, учитывая, что за это придется платить? Разгрузит ли новый объект городские магистрали? На эти и многие другие вопросы отвечали эксперты регионального и федерального уровней на расширенной пресс-конференции. Еще не начавшееся строительство будущего четвертого моста через Обь уже обросло слухами, спорами и потоками критики. Представители регионального правительства, проектировщики и заказчики собрали журналистов, чтобы рассказать, как мост необходим. Они подчеркивают, консессионер выбран, но соглашение еще не подписано. В течение двух месяцев с ним согласуют объем финансирования. Получать деньги за проезд транспорта по мосту частный инвестор будет в течение 20 лет после открытия объекта. Нормативные сроки строительства установлены 5 лет. Конечная стоимость мы получим, когда получим заключение главы госэспертизации России по подтверждению смертной стоимости строительства. Это обязательная операция перед выделением федеральных денег на реализацию проекта. В правительстве региона в очередной раз подчеркивают, сам мостовой переход – дело несложное. Труднее всего придется с транспортными развязками на площади труда и площади энергетиков, с дополнительными тоннелями и надземными эстакадами. Уличная дорожная сеть, она как работала, так она должна работать. У нас ограничения движения в этом случае не будет. Будем стараться предусматривать варианты строительства большей частью в ночное время, чтобы не сдерживать транспортные потоки. В компании, разработавшей проект, напоминают, что государственно-частное партнерство – явление широко распространенное в нашей стране. И приводят в пример собственный объект в Петербурге – платный западный скоростной диаметр. Правда, авторы не добавляют, что консессионер за несколько лет эксплуатации недополучил прибыли на несколько миллиардов рублей, возмещать которые придется бюджету северной столицы. И если в городе на Неве такие деньги еще можно как-то найти, то про Новосибирскую область такого не скажешь. Но решение уже принято, и нам остается только ждать, что из этого получится. Пока областное правительство бьется за 4-й мост руководства Новосибирска, озадачилось качеством дорожного покрытия, горожанам предложили самостоятельно выбрать дорогу для ремонта путем голосования, проходящего на муниципальном портале. Выбор дорог для ремонта продлится до 2 октября. Все предложены участки – инициатива самих горожан, отправивших почти 300 сообщений о Ямахе-Колдобинах. В результате их анализа сформирован список наиболее проблемных участков уличнодорожной сети, из которых горожанам необходимо выбрать те, которые, по их мнению, должны быть отремонтированы в наступающем году в первую очередь. Участки, набравшие наибольшее количество голосов, будут включены в план ремонта дорог на следующий год, пообещали в пресс-службе мэрии. Отдать свой голос можно на портале «Мой Новосибирск». Напомним, в прошлом году жители голосованием в интернете выбрали 37 проблемных участков. Ремонт на них был проведен осенью 2016 года и летом 2017. В следующем году чиновники обещают не снижать темпы. Всего в период с 2017 по 2025 год запланировано отремонтировать 59 участков автомобильных дорог и ликвидировать 43 очага концентрации ДТП на дорогах. На эти цели предполагается направить более 9 миллиардов рублей, если, конечно, очередной кризис не помешает. Для жильцов аварийного дома на улице Декабристов телевидение последняя инстанция, которая хоть как-то может помочь ускорить процесс расселения. По документам здание признано аварийным еще в 2012 году. Однако, как утверждают жители, на три года про них просто забыли. И теперь им еще как минимум три года придется жить по соседству с клопами и в полуразрушенных стенах. Подробности далее. Тамара Панина проживает здесь с 1966 года. Инвалидное кресло, в котором пенсионерка не может передвигаться по квартире из-за провала в полу. А теперь и астма от того, что во всем доме стоит запах сырости и канализации. 40 лет проработала на заводе. Почетный донор, инвалид труда. И на последнюю пенсию женщина вынуждена покупать кирпич, чтобы укрепить провалившийся туалет. Стены все валятся. Спальня у меня вот так вот, вот все. Так и жди, что не сегодня, не завтра. Это хорошо, дети потолки все понаклеили, вроде спрятали маленько. А вообще жить невыносимо. Дом находится в низине. Во время дождей и весеннего таяния снега подпол наполняется водой, которая стоит там на протяжении нескольких месяцев. Стены разваливаются и уже 12 лет из подвала лезут слизни и клопы. Дети покусаны, жильцы травят паразитов. А на это время вынуждены снимать комнаты, либо пожить какое-то время у друзей, так как полы полностью заливают отравой. Признали только в 15-м году дом аварийный, не подлежащим проживанию. А документы просто три года провалялись. Говорят, вы сейчас не попадаете под снос. Ну вот эти дома у нас расселили, вот в прошлом году расселили, а сейчас новая программа. Документы на признание дома аварийным люди подавали совместно с соседней двухэтажкой. Однако по чьей-то халатности документы просто пролежали на полке три года. И как гражданам пояснили в БТИ, о бумагах просто забыли. Тендер на строительство в данном месте выиграл Академ Сипстрой. Но жильцам пояснили, что в ближайшее время никакие работы проводиться не будут, так как дорабатываются другие объекты. Жить в таких условиях нескольким семьям придется еще как минимум три года, если дом не рухнет им на головы. Дети – это наше будущее, это цветы жизни. Ярких аппетитов и сравнений придумано немало. Однако в последнее время все чаще взрослые говорят о том, с какими проблемами сталкивается подрастающее поколение, в какой среде живут и развиваются несовершеннолетние, все ли благополучно в их семьях. Какую роль в решении данных вопросов играют уполномоченные по правам ребенка, выясняли в Новосибирске на международной тематической конференции. Права ребенка в меняющемся мире. Эта тема стала главной на международной конференции, прошедшей в нашем городе. Участники решили подойти к проблеме глобально, начав обсуждение с вопросов миграции, локальных конфликтов и безопасности малолетних в связи с этим. Но в нашем регионе нет войны, поэтому права детей защищают в других сферах. Прежде всего, советуют внимательно присматриваться к семьям, но не переходить при этом тонкую грань вмешательства в чужие дела. Можно судить по внешнему виду ребенка, по его настроению. И, может быть, все-таки попасть в эту семью, узнать, что там происходит. Может быть, вовремя забить тревогу, чтобы не случилась беда. Есть еще одна, не менее актуальная проблема, говорят участники конференции. С ней во многом связаны всплеск детских самоубийств, агрессии в отношении животных, своих сверстников и даже взрослых людей. В большей степени я бы сейчас выделила проблемы информационной безопасности детей, информационного пространства, так как у нас дети, вы знаете, в большей степени времени, наверное, проводят уже в виртуальном мире. И это есть проблема, и нам детей не увести вот так, скажем, за руку. Разработка методик общения с детьми, усиление роли психологов в учебных заведениях, тренинги для родителей и педагогов, обязательные уроки по пользованию интернетом и многое другое предлагали собравшиеся. Вопрос в том, как оперативно все эти предложения будут осуществляться на практике и насколько они эффективны. Будущее покажет. Без молока и говядины такая опасность нависла над Новосибирской областью. Виной всему лейкоз, из-за которого даже введен запрет на вывоз мяса и сырого молока в другие регионы. Лейкоз. Хроническая инфекция, вызывающая страх и уныние среди многих новосибирских крестьян. Животные заражаются при проникновении в организм, содержащих вирус лейкоцитов. Основные факторы передачи заболевания – кровь, молоко и другие материалы, содержащие зараженные лимфоидные клетки, говорят ветеринары. И хотя вред этого заболевания для человека и возможность его передачи от больных животных научно не доказаны, продукция, получаемая от животных, носители вируса, допускается к употреблению только по результатам ветеринарно-санитарной экспертизы и является абсолютно безопасной после термической обработки. Тем не менее, согласно нормативам, больные животные подлежат технической утилизации. Неудивительно, что информация о том, что ситуация с заболеваемостью крупного рогатого скота лейкозом на территории Новосибирской области признана неблагополучной, стала ударом для многих крестьян. Точнее, запрет на вывоз мяса и сырого молока в другие регионы. По оценке главы бюджетного комитета ЗАГС Собрания Новосибирской области Александра Морозова, в общей сложности лейкоз принесет убытки 65-70% всех хозяйств области. Депутаты пытаются смягчить меру, чтобы хозяйство отработали контракты до конца 2017 года и выстроили новые взаимоотношения с потребителями. Ведется работа по замене бойного поголовья, которое в некоторых районах может быть завершится к концу года. Сели производители доживут до этих светлых времен? Большой вопрос. Нареканий к бесплатному медицинскому обслуживанию новосибирцев довольно много. Попасть на прием к узкому специалисту – целая проблема. Чтобы записаться к участковому терапевту, порой приходится отстоять длинную очередь и даже сдать кровь в некоторых учреждениях. Целое испытание нервов, терпения и выносливости – в этом убедилась наша съемочная группа. В 24-й поликлинике Новосибирска поменяли кабинет забора крови. Вместо прежнего, просторного, с тремя лаборантами выделили маленький в узком коридоре с одним сотрудником. Естественно, пациентам это не понравилось. Ожидание в очереди резко увеличилось. Вчера, вот на данный момент, вот было буквально, мы пришли, пришли с сыном и с племянницей сдавать кровь. Мы простояли в очереди два часа. Был один лаборант, было очень много народу, лаборанту никто не помогал. В некоторые дни ситуация и вовсе становится критической. К одному лаборанту выстраиваются до ста человек. Весь коридор вот этот был, до раздевалки, битком забит, школьники были какие-то. И вызывали девятый класс, одиннадцатый класс, и без очереди вызывали. В общем, вот такое было вчера. Комментарии от заместителя главного врача мы получили по телефону. Нам объяснили, в прежнем кабинете отвалилась кафельная плитка. Поликлиника ищет средства на ремонт. Поэтому забор крови приходится делать в другом помещении. Один лаборант в отпуске, поэтому неудобства временные. Сейчас отремонтируется, вот два лаборанта работают. У нас идет большая программа по вообще восстановлению биохимической лаборатории районной, Накотовского, 44. На вопрос, когда закончатся ремонт и будут работать хотя бы два лаборанта, ответа мы не получили. Поняв, что сюжет все равно выйдет в эфир, замглавврача стала угрожать прокуратурой, судом и звонками в региональный Минздрав. Что уж может, данные ведомства как раз и обратят внимание на дефицит кадров, длинные очереди и прочие проблемы, с которыми сталкиваются пациенты новосибирских поликлиник. Считанные дни остались до начала осеннего призыва в армию. Он начинается 1 октября и продлится до 31 декабря. Готова ли Новосибирская область к этому масштабному мероприятию, разбирался Василий Акимов. Призыв и служба в армии. К этим явлениям в нашем обществе традиционно непростое отношение. Чему доказательством многочисленные фирмы, рекламирующие услуги, позволяющие получить отсрочку от службы. Работать они научились в рамках закона, так что привлечь их практически нереально, отметили на прошедшем Новосибирске заседании региональной призывной комиссии. Хотя все же престиж службы вырос, и уклонистов в целом можно по пальцам пересчитать. Несмотря на это, число призывников у нас с этой осенью уменьшится. На сегодняшний день военкоматы района показали снижение призывных ресурсов. Основная доля пришлось на военные комиссариаты Кировского и Ленинского района, 55 человек снижение, Карасовский, Баганский, Купинский районов, 46. Многие юноши призывного возраста не могут служить просто по состоянию здоровья. Это не нравится ответственным лицам. На заседании было отмечено, что на учет парней стоят за три года до призыва. И зачастую работы врачей по улучшению здоровья будущих призывников не видно. Чиновники от медицины заверили, что работа ведется. Не все диагнозы, безусловно, будут сняты, не все смогут исправить медики. Но, тем не менее, у нас есть три года, начиная с первоначальной постановки на учет, когда проведение лечебно-диагностических мероприятий позволит нам повысить качество подготовки призывников в части состояния здоровья. Каких-то заметных нововведений и изменений в проведении призыва в этом году не ожидается. Не изменился и плачевный вид многих наших военкоматов. Мы уже рассказывали о ситуации, когда многие здания, принадлежащие Министерству обороны, в том числе и в Новосибирске, находятся, мягко говоря, в плачевном состоянии. Вот так, например, выглядит военный комиссариат по улице Трудовой 13, введение которого – Новосибирский район, город О и Кольцово. Вряд ли призывник загорится желанием служить в армии или на флоте, увидев разваливающиеся стены и облезлые окна. В городе Юрга Кемеровской области погиб новосибирский контрактник. 17 сентября военнослужащий был доставлен в госпиталь в бессознательном состоянии с множественными ссадинами на теле. Во время проведения реанимационных мероприятий молодой человек скончался. Следственный комитет по Кемеровской области проводит проверку по факту гибели контрактника. Служить своему отечеству – почетная миссия, особенно в элитных спецслужбах. Это поощряется государством, неплохой зарплатой, выгодными льготами и даже служебным жильем. Но, как показывают отдельные случаи в один прекрасный день, все может резко измениться. О выселении из судебных тяжбах вдовы офицера ФСБ в Новосибирске – далее в нашем сюжете. Супруг Анастасии Кулагиной, майор оперативной службы ФСБ, погиб в феврале 2012 года. Его убили во время драки между спецназовцами и сотрудниками Федеральной службы безопасности, произошедшей в самом центре города. Женщина осталась одна с малолетним сыном, но на этом беды не закончились. Сразу же после его убийства нам предложили сыном съехать на улицу. То есть без предоставления иного жилого помещения, просто на улицу. Анастасия рассказывает, на выселение настаивают управление и институт ФСБ. Судебные тяжбы начались сразу после гибели майора. Зайльцовский районный суд удовлетворил иск силовиков и обязал маму с ребенком освободить ведомственную квартиру. Мы подали апелляцию в областной суд. И областной суд из трех судей, естественно, сказали, что нет, это какая-то, ну, не знаю, это мои слова не ошибка, да, то есть так нельзя на улицу выселять. Можно, то есть мы можем пользоваться этим помещением до предоставления иного жилого помещения. После отказа руководство института выбрало новый путь. Теперь они формально пытаются выселить семью не из квартиры, а из федерального имущества, которое, по их мнению, занимают посторонние лица. На это у адвоката Анастасии свои аргументы, подкрепленные законодательством. В пункте 2 статьи 23 предусмотрено, что не допускается выселение членов семьи военнослужащего, потерявшего кормильца из занимаемых ими служебных помещений. История близка к развязке. Ровно через месяц состоится итоговое заседание суда, на котором и решится судьба Анастасии и ее сына. Мы обязательно расскажем, чем закончится эта история. Закон один для всех, однако в нашем обществе немало случаев, когда это высказывание можно поставить под сомнение. 18 сентября мы рассказали об аресте сына главного пристава Новосибирской области. Не подтвердить, не опровергнуть информацию компетентные органы не смогли, а история тем временем получила продолжение. Информационный портал НДН-Инфо продолжает писать о задержанном за распространение наркотиков Вадиме Эрлере, сыне руководителя регионального управления службы судебных приставов Виталия Эрлера. По данным сайта, подозреваемый Эрлер-младший сделал закладки вместе с товарищем. Так вот, соучастника суд отправил в СИЗО на два с половиной месяца, а вот судьбу отпрыска главного пристава региона Вадима решали очень долго и, наконец, решили посадить всего под домашний арест. При этом НДН пишет, ссылаясь на собственный источник, что именно Эрлер был старшим в группе закладчиков. Если это действительно так, то, получается, меры пресечения сообщникам выбраны диаметрально противоположные. Видимо, все-таки закон не один для всех, и родственные связи делают свое дело. В торгово-развлекательном комплексе «Мега» открылся городок для детей, в котором все по-взрослому. Детей прокатили на пожарной машине с проблесковыми маячками, и любой желающий мог попробовать себя в разных профессиях. Центр занятости, почта, радиодом, кафе, автомастерская, а для будущих финансистов – отделение Банка Восточной. Дети становятся здесь кассирами, инкассаторами и даже управляющими. Подробности далее. Китбург – это настоящий детский город профессии. Михаил Иванов учится в шестом классе, мечтает стать инкассатором. На площадке Банка Восточной попробовал себя в роли сотрудника службы охраны и кассира-операциониста. Работа с деньгами требует особого внимания. Как признается мальчик, это увлекательно, но без трудностей не обошлось. Надо успевать выдавать деньги, говорить, куда пойти дальше. За короткий период времени юным сотрудникам банка удалось обслужить более 100 клиентов. Все как в жизни – талоны, живая очередь. Профессионализм подрастающих банкиров можно оценить на 5 баллов. Наш банк привык работать с профессионалами. У нас налажена хорошая система внутреннего обучения. Теперь настало время готовить квалифицированные кадры с самого раннего возраста. Наша площадка в Китбурге – это не только обучение, но и увлекательная игра. Еще есть возможность больше времени проводить с нашими клиентами. В городке Китбург у детей есть возможность самому выбрать профессию – парикмахер, строитель, телеведущий или финансист. Оборудование и рабочую форму выдают здесь же. Родители десятков детей уже оценили серьезный подход к делу. Конечно, это очень интересно детям. Они, во-первых, учатся распоряжаться деньгами. Прежде всего, они сейчас выбирают те профессии, где можно заработать больше, а потом уже, наверное, пойдут туда, где можно тратить. То есть они, наверное, поймут ценность денег. Восточный часто участвует в социальных и семейных проектах. Праздники, благотворительность, обучающие мероприятия. К примеру, не так давно в сибирских университетах руководители банка читали лекции по финансовой грамотности. Однако идея города профессий особая. Деньги любят счет, и такая детская платформа способна дать первоначальные навыки в банковской сфере. Академический сибирский русский народный хор выступил на сцене Омского музыкального театра. Масштабный всероссийский тур Новосибирского коллектива посвящен 80-летию нашей области и начал свое путешествие с Омска. Всего артисты планируют выступить на 17 площадках разных городов России. Академический сибирский русский народный хор считается одним из ведущих коллективов русской традиционной культуры в России. Коллектив почти ровесник Новосибирской области. Поэтому истории культуры нашего региона неразрывно связаны с творчеством этих артистов. В честь юбилея области они и начали свой глобальный тур с довольно солидной географией, чтобы познакомить зрителей нашей страны с сибирским народным творчеством и его особой ментальностью. Мы, сибирский хор, горды и с волнением сегодня начинаем наш тур гастрольный, который пройдет по всей России. Не менее 17 городов мы объедем с этой программой. Еще 16 крупных городов страны вместе с хоровым коллективом поздравят Новосибирскую область с днем рождения. Следующий пункт на карте тура, правда, не столь крупный. Это Ишим Тюменской области. Но, возможно, там встретят наших артистов не менее тепло, чем в мегаполисах. Это здорово, это замечательно, что есть традиции, что они их помнят, что приезжают к нам такие люди. Я сама артистка музыкального театра и с удовольствием пришла на этот концерт. Закончится тур сибирского народного хора выступлением на двух знаковых площадках. Это Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга и Московский государственный театр фольклора «Русская песня». Надеемся, что публика двух столиц с удовольствием разделит праздник столицы Сибирской и оценит творчество знакового для нашего региона коллектива. Широко известный в Европе Пермский театр «У моста» впервые посетил наш город. О пьесах Макдонаха, о мистике и планах режиссера Сергея Федотова расскажет Наталья Сапелкина. Режиссер Сергей Федотов загадочно улыбается и приглашает нас на сцену. «Посмотрите», — говорит он, — «это же мистика! Срезы на стене, словно специально, много лет назад создавали для наших декораций». В этом году единственному в мире мистическому театру, который основал Сергей Федотов, исполнится 29 лет. За эти 29 лет мы объездили 159 фестивалей, к этому еще 200 гастролей, к этому еще 5 евро турне. И ни разу не были ни в Новосибирске, ни в Новокузнецке. Мистика. На сцене Старого дома был показан спектакль «Череп из канимары» по пьесе Макдонаха. Творчество известного ирландского драматурга абсурдно, иронично и очень напоминает фильмы Тарантино. Федотов поставил все 8 пьес Макдонаха. Он называет его «мистиком» и «гением». Он действительно гений. И действительно, когда мы приезжаем в какой-то город с пьесами по Макдонаху, то обязательно меняется резко погода, и начинается ирландский дождь. Вот и сегодня в Новосибирске после долгих ясных дней небо нахмурилось. Актеры театра у моста отправились в Пермь, а режиссер на некоторое время задержится в театре «Старый дом». Федотов приступил к постановке спектакля «Господа Головлёвы», премьера которого намечена на конец октября. На этом мы завершаем выпуск нашей новости всегда на сайте nsk49.ru. Ваши мы ждем в рабочее время по телефону 220-2105. Далее смотрите прогноз погоды. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok